добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос как приобретается страх божий я думаю сначала надо разобраться в терме страх божий вот если страх божий это страх который относится когда человек видит бога он должен испытывать страх когда человек видит там чудище он должен испытывать страх воспитывать такие так такой страх нет смысла никакого потому что бояться бога это не значит трястись при появлении признаков бога вокруг себя вообще бог постоянно вокруг тебя находится и бояться бога ну с точки зрения животного страха это не задача христианина совершенно страх божий вообще изначально это страх обидеть и поступить так как не хотел бы этого бог вот если ребенок любит отца то он будет всячески стараться поступать так чтобы отцу было приятно и радостно видеть как растет его сын учиться в школе заниматься там спортом выполняет любые какие-то поступки и будет всячески показывать папе что он делает то что нравится папе естественно папа за это будет хвалить сына будет еще больше нравится и вот в этом состоянии взаимном состоянии они будут развиваться но это не значит что сын боится отца сын боится оскорбить отца оскорбить память отца оскорбить его в лице соседи чтобы не сказали не дай господь вот это его сынок это он его папа в негативном смысле вот этого может бояться сын и если такой страх в сыне есть то значит взаимодействие взаимоотношения отца и ребенка будут взаимоотношения в взаимоотношения любящих людей бояться бога то же самое бояться бога это не значит трястись перед ним при виде любой иконы испытывать страх и мороз по коже только от того что бог нас смотрит на тебя с икона да говорят разгулялись так хоть говорит святых выноси это что значит гуляли до тех пор пока порог стыда не переходил минимально допустимую норму а потом брали иконы выносили соседнюю комнату и думали что на самом деле бог не видит вот это вот называется неправильный страх бояться икон и бояться бога это не одно и то же бояться бога в правильном христианском понимании это бояться его оскорбить и совершать такие поступки которые хотел бы видеть в нас бог если вдруг ошибаемся и вдруг совершаем не то что хочет бог у нас еще есть возможность прийти и попросить него прощения и он как любящий отец простит приголубит и ваши отношения будут развиваться дальше в сторону любви вот это есть страх который нужен христианин как его приобрести когда человек любит его не надо учить бояться все остальное сложится само собой научитесь любить бога и все остальное приложится помоги господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и